Всем привет! Я Гела и сегодня я хотела бы поговорить с вами на тему рукоделия как такового творчества вашего и поддержки или не поддержки его со стороны ваших близких, родных, может быть, подруг и друзей. Вы знаете, за неполный год ведения моего канала и создания группы рукоделия для новичков, когда я уже рукоделия не просто сама себе, а вот так вот на всеобщее, я получила сотни писем просто идет. Вот помимо того, что в комментариях столько всего, еще и мне в личку ВКонтакте везде пишут, и я не могу отвечать всем, потому что их сотни, это просто нереально. Но я стараюсь по возможности все-таки читать. Я вот прежде чем лечь спать ночью, например, поздно получается, я прочитываю все равно там одно-два письма, если вот крупных, больших таких. Людям, видимо, хочется выговориться просто. Вот они мне рассказывают свои судьбы. И вы знаете, к чему я пришла? Я очень заметила такое. Это раньше как-то, ну, люди разные, там у всех судьбы разные. А сейчас я пришла к тому, что это прям тенденция, понимаете, очень много людей, которые стесняются своего рукоделия, своей тяги к творчеству, понимаете, вплоть до того, что всю жизнь гасят в себе это, стесняются этим заниматься. Или если заниматься, то так, чтобы втихаря, чтобы никто об этом не видел, не слышал, потому что кто-то когда-то, там может быть родные, там мама, близкие, там кто-то или посмеялись над ними, или там не занимайся ерундой, там, или вот ты тратишь время, там, просто так впустую, да, как-то их то ли пристыдили, то ли… В общем, понимаете, и всё, и человек в этом плане замкнулся. Если это с детства, это становится комплексом на всю жизнь. И вы знаете, я говорю это не только по письмам, по себе, я сама такая. Вот как в том анекдоте, знаете, анекдот. До семи лет я думала, что меня зовут, заткнись. Вот и я такая, я с детства была ерундой. Ай, ерундой, занимаешься, не занимайся ерундой, отстань, отстань, не мешай, вот не занимайся ерундой. А при этом чем заняться, вот как бы альтернативой не предлагалось, да, ну ребёнок же, что он там может. И вот, как и любой ребёнок, там нарисует что-то, мама, на, посмотри, отстань, 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 там некогда отстань. Вот такое всегда было, вот. И вы знаете, я, конечно, не сужу ради бога. Что там мама у меня в 19 лет родила меня? Ну что девчонке нужно в 20 лет? Ей нужно гулять, тусить, там отдыхать, ездить, работать. Она работает во всё, она там вся такая активная. И совершенно было как-то не до ребёнка. Другое дело, что зачем потом заниматься подменой понятий, и говорить, я всю жизнь работала, вот я для тебя. Нет, для себя. И это неплохо, это хорошо, надо жить для себя. Но не нужно потом стараться кого-то делать вокруг себя виноватыми. Я вот на примере неё просто хочу сказать, многие ведь так живут, и сейчас есть такие. Если посмотреть честно себе в глаза и сказать, признаться самой себе, очень часто, лишь бы только он не мешался, не бегал где-то там, никуда-то не попал, не предавал, не создавал там трудностей каких-то и забот, хлопот, лучше ему сунуть в компьютер вон в нос, и пусть сидит себе. И так спокойнее всем. Ну там ребёнку, например, да? Что мало такого, да сплошь и рядом, девочки, сплошь и рядом. Вот другое дело, что, конечно же, дети бывают разные, там люди бывают разные, но вот такое сплошь и рядом, мне кажется. И самое главное, начинают говорить, что, ой, я же работаю, вот мне некогда, я работаю, мне некогда с детьми заниматься. Это неправда. Не надо с ними заниматься, не в этом дело. Любить его надо. А самое главное, чтобы ребёнок чувствовал, что вы его любите. Даже если у вас удастся пообщаться с ребёнком час, один час в сутки, то есть, там, я не знаю, ну, чтобы он чувствовал, чтобы он бежал, и всё вам мог рассказать, и не боялся, и по жизни шёл, и знал, что у него есть любящие его люди, понимаете, чтобы он ни в коем случае никогда не сомневался в том, что вы его любите только за пятёрки, или только, там, за хорошее поведение, или только, а иначе, что не любите. Нет, надо, чтобы ребёнок всегда чувствовал любовь. И, конечно же, ни в коем случае никогда не обрубать ему крылья, если ребёнку что-то интересно, только поддерживать, и никаких насмешек ни в коем случае, а тем более, там, не занимайся ерундой, это ерунда. Нет, 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 этого делать нельзя. И даже если вы видите, что это действительно он, там, какой-то ерундой, на ваш взгляд, занимается, не надо никогда показывать своей насмешки, там, и своего, там, негативного отношения к его каким-то, там, росточком, быть может, быть, может, вам даже непонятным. Человек, пришедший на эту землю, он не должен в себя гасить какие-то вот эти вот, понимаете, творческие начала, тем более, да. Я, вы знаете, где-то услышала, то ли в сети, я даже не помню, где, что, кто это, но мне так запало в голову, что, вы знаете, даже есть такая версия, что вот эти вот страшные болезни, которые, ну, так вот, по-негласным, как говорится, как вот их называют наказанием, в наказание, да, человеку данной, который, ну, вы понимаете, о каких болезнях ужасных, там, которые вдруг, там, на голову тебе. И вот даже я такое как-то слышала, что это вроде как, как раз-таки вот это вот не выплеснувшаяся, как сказать, энергия, которую по жизни вы в себе держите, гасите сами в себе, да, и в итоге сами себя постоянно сдерживаете, всё в себе, в себе, и в итоге всё это потом вот в такие вещи выплёскивается. Потому что, и вы знаете, в этом есть логика, мне вот настолько запало в душу, потому что всё в жизни, как сказать, не просто так, и мы же не просто рождены, на этот свет посланы просто, чтобы вот просуществовать и умереть, да, а каждый человек уникален, и он как-то вот должен показать, он сюда не просто так выпущен на этот свет, не просто, чтобы как по шаблону, вот выйти замуж, родить там, потом карьера, потом это, нет. Вот, нужно, если в вас есть это, нужно выплёскивать, не гасить себя. А я вот, судя по письмам, очень много народу, которые находят себя и благодарят, верят в себя, вернее, и благодарят за то, что открыли глаза, за то, что и группу эту создала, что хотя бы здесь они могут нормально, со своими единомышленниками нормально пообщаться, никто не будет над ними смеяться, они могут задавать вопросы, показывать свои работы там, они прекрасно, спокойно относятся там к каким-то, может быть, замечаниям, но у нас настолько добрая такая хорошая атмосфера в группе, и я просто счастлива, когда, и вы знаете, мне кажется, это было бы так здорово, если бы вообще это было тенденцией, были бы такие какие-то центры, что ли, где бы люди вот так собирались, я не знаю, может, и есть такие центры. А у меня еще, вы знаете, в голове такое возникло, вот за этот неполный год, да, вот судя по, когда я письма читала, я сразу вспомнила, у меня у мамы, когда у нее было такое прединсультное состояние, там в скорую, там ее в этот центр, и там люди с инсультами, там пережившие, есть которые очень тяжелые случаи, которые, ну, совершенно они никакие, а есть такие, которые, вот прям, вот прям у меня аж горит, думаю, ее вот сейчас, вот сейчас ее нужно срочно, чтобы она занялась, вот ей показать, она бы сейчас начала, и у нее бы пошло-пошло, и она бы восстановилась, понимаете, мне прям, ой, вы знаете, меня эта мысль прям не покидает, вот я бы с удовольствием проводила вот такие какие-то, показывала бы людям бы как-то, ну, чтобы они как-то, даже если там не все найдут себя в этом, то там даже и здесь идти один, то это было бы вообще круто, конечно, ну, не надо никогда бояться этого рукоделия, и потом, это как по Фрейду, вот эта вот сексуальная энергия тоже, да, если не давать ей выплеск вот этот, то она будет или в агрессию перерастает, в гадости, в негатив, или вот мальчишки молодые в армии у нас, да, им силы там, им нужно там, у них физического труда, там столько всего, и вот эта энергия уходит в такое русло, то есть куда-то нужно выплескивать то, что тебе дано от Бога, которое тебе нужно выплескивать, пусть не по прямому назначению, так хоть вот так, а вот творческая энергия, она обязательно должна находить выход, понимаете, нельзя в себе это держать, иначе это будет плохо, нельзя в себе это держать. Ну и собственно вот это вот главное о чем я хотела сказать, что я где-то когда-то, к сожалению, не помню, что это было, но я слышала вот эту, или подождите, или читала, вот не могу вспомнить, откуда эта мысль, что вот эта нереализованная энергия, она вот таким вот образом в болезни, потом находит выход вот такой, понимаете, изнутри начинает сжирать, поэтому я призываю всех, девочки, если вы чувствуете, что это ваше, конечно не все люди там одинаково устроены, там у всех разные могут быть увлечения, приоритеты и так далее, но если вы чувствуете, что это ваше, что вам хочется это делать, нужно обязательно делать, иначе вот это нереализованные, вот эти ваши потребности, они могут вылиться именно в негативном таком, негативное во что-то, обязательно создавайте красоту, это настолько такой подъем, знаете, жизненных сил, вы как будто бы обновляетесь изнутри, когда вы даете выплеск вот этому творчеству, создаете что-то, это очень немудрая позиция, когда говорят, что ой, ерундой занимаешься, ой, там непрактично, еще что-то, это глупо, это совершенно немудро, хотя бы даже в том плане, что люди даже не понимают, что они не имеют права кому-то что-то судить и говорить, потому что сами ни черта в этой жизни не знают, надо, если люди этим занимаются, если целые индустрии, даже вон какие на это работают, ведь, наверное, это не просто так, это есть, в людях это потребность, но, наверное, не просто так, поэтому себя выставлять на посмешище, тем самым, только и все, когда вот осуждать кого-то, там и говорить, ой, а что это, показывать свою просто не мудрость, какую-то глупость, несостоятельность и все, умный человек, он всегда, наоборот, с интересом отнесется, и даже если промолчит и ничего не скажет, то наверняка интерес все равно к этому останется, понимаете, вот как-то вот умный человек, я говорю не об образовании, сейчас ум и образовании, это разные вещи, а именно умный человек, он как-то и категорически не отрицает ничего, и слепо не принимает, он делает выводы, он ко всему присматривается, жизнь настолько яркая, многоплановая, у нас люди настолько разные, что все это наоборот интересно, а мне наоборот всегда были интересны необычные люди, необычные поступки, необычное что-то новое, так, ну а сейчас я хочу почитать вам очередную главу от Риги, письма от Риги, те, кто зашел впервые, быть может, если вам интересно, я прямо сейчас сделаю целый плейлист отдельные письма от Риги, вот там соберу эти видео, можете первую, вторую, третью часть послушать, в тех видео ссылочки я оставлю, ну а сейчас продолжим, мы поднялись по ступенькам и открыли дверь, на пороге стояла собака и в ее глазах читался немой укор, мы застыли в нерешительности, Надя попыталась сделать шаг, собака зарычала, понятно, у псиной сбилась программа, еще бы, столько всего навалилось за сутки на нее и ее хозяина, теперь она решила нас не впускать, вопрос, что делать, становился все актуальней, и опять Надежда побежала на вокзал, надеясь на помощь кого-нибудь из друзей Игоря, от нечего делать, я обошла дом, странный он какой-то был, одноэтажный, но огромный, отделанный кирпичом, я насчитала еще три входа, но было очевидно, что помещения не жилые, впрочем у Игоря на окнах тоже не было занавеска, я сильно подозреваю, что их еще долго не будет, недели две как минимум, вернулась Надя с парнем в милицейской форме, он спокойно зашел в дом, придержал собаку, и мы наконец-то вошли, я кинулась к холодильнику, пора было налаживать добрососедские отношения с этой псиной, мне совсем не улыбалась перспектива прыгать из окна по каждому случаю, вырвав у курицы позвоночник с ребрами, я протянула собаке это лакомство, при этом используя все свои подзабытые актерские приемы, я вся лучилась нежностью и добротой, так мне казалось, но псина гордо отвернулась, улеглась на свой коврик и прикрыла глаза, парень побежал на работу, а мы стали думать, что дальше делать, для начала решили подкрепиться, забирая из холодильника продукты, я просила взгляд на пол, где валялся куриный хребет, вернее должен был валяться, но его там не было, а собака по-прежнему лежала с гордым и презрительным видом, да уж, актерские данные у нее были потрясающие, включили телевизор, все тот же самый Аклин пел одну и ту же песню, я прилегла и тут же уснула, проснулась, когда на улице уже было темно, Надя тоже уже не спала, и мы стали думать, как же выпадутся из этой ситуации, и наконец мы приняли решение, я все-таки уеду ночным поездом, а Надя утром сходит к Игоре в больницу, оставит ему ключи, и потом уже поедет дневным поездом, мы проговорили с ней всю ночь, а под утро пошли уж который раз на вокзал, билетов в кассе по-прежнему не было, но и пассажиров не было, с первой же проводнице удалось договориться, сунув ей 5 рублей, мы с Надюшей стояли, обнявшись и только сейчас до меня дошло, я не хочу расставаться с этой девушкой, ставшей мне такой близкой, мы дали друг другу клятву, что обязательно еще встретимся, и будем общаться всю оставшуюся жизнь, я смотрела на ее скластое лицо, спутанные белые волосы, и она мне казалась красавицей, поезд уже начал отходить от перона, я махала Наде рукой через плечо проводницы, а Надя бежала, пока не закончился перон, проводница провела меня в свое купе, сказав, что пока свободных мест нет, но на следующей станции одно место должно освободиться, поезд прибыл в Астрахань в 9 утра, наученная горьким опытом, я сразу же купила билет на ближайший обратный поезд, на 14.00, а потом села на автобус и поехала в центр города, покупать приданное для будущего малыша, обойдя все магазины в центре и жутко устав, я не нашла в них даже ткани на пеленке, не говоря уже о ползунках, колготках и костюмчиках, пришлось вернуться на вокзал, на вокзал ни с чем, и тут, видно боженька и сам уже устал от моего постоянного невезения, я увидела прямо напротив вокзала маленький магазин, уцененные товары, от нечего делать я решила в него заглянуть, в магазинчике никого не было, даже продавца, но на прилавке лежал рулон белого сица, я чуть сознание не потеряла, дожидаясь продавца, я увидела висящие на вешалках разноцветные сетера, с неестественно длинными рукавами, кучу пушистых шарфов и вязаные платки, прикинув в уме, что все это можно распустить, и потом связать отличные вещи, я сказала подошедшей продавщице, что куплю весь рулон ткани, все ее свитера и все шарфы с платками, пока она паковала мои покупки, вернее просто перетягивала их веревкой с бумагой, по всей стране была напряженка, я рассказала ей, что мне очень нужны фланелевые пеленки, она сказала минуточку, и вынесла из подсобки несколько женских фланелевых халатов, разумеется, все они были бракованные, но зато огромные, новенькие, с красивым рисунком, прикинув, что из одного халата можно створить пару пеленок, я их тоже купила, когда продавщица назвала мне цену, то я своим ушам не поверила, я набрала так много всего, а сумма оказалась просто смехотворной, но на этом моя белая полоса не закончилась, мы с продавцом двинулись к выходу, она обещала помочь мне поймать такси, и вдруг прямо на двери я увидела написанное от руки объявление, о продаже вязальной машины Нева А1, машина стоила 200 рублей, а у меня примерно столько и осталось, я давно мечтала о такой машинке, но их не было в продаже, а тут такой случай, я повернусь к продавщице, можно я от вас позвоню насчет машинки, а она мне в ответ, а зачем, она ведь моя и она здесь в магазине, не веря своему счастью, я стала лихорадочно пересчитывать деньги, как я и думала, оказалось без нескольких рублей 200, а мне еще надо было оплатить такси до вокзала в Астрахани, а потом еще от Грозненского вокзала до своего дома, да плюс носильщики, и тут женщина говорит, ладно уж, отдам за 180, моему счастью не было предела, мы поймали такси, и я поехала на вокзал, который находился через дорогу от магазина, а далее все прошло благополучно, я вернулась домой в радужном настроении, мне не терпелось открыть машинку и почитать инструкцию, с машинкой все было нормально, но когда я стала искать на один адрес, то ни в карманах, ни в сумке я его не нашла, оставалось только надеяться на то, что она сама мне напишет, но целых 8 лет пришло ждать, когда совершенно неожиданно судьба снова нас с ней свела, и не только с ней. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok